смысл то в том что раньше еще раньше иисус был просто солнцем и когда появилось солнце оно стало восходить на востоке а уходить за горизонт там на западе и вот это движение солнца оно было воспринято и описано религией как воскрешение через умирание когда солнце уходит на запад умирает она становится красным кровавым потом она там в аду существует где-то в красном аду а потом вдруг с востока появляется новое солнце то же самое солнце но воскресшее эти все вещи сначала формировались в то время когда еще доминировала понимание плоской земли и никто не знал что находится под землей как собственно и ныне никто не знает что находится под нашей землей и за ее краями просто поменяли гипотезу что земля теперь у нас велическое что вообще-то никак не доказано и я в очередной раз вам напоминаю что сферическую модель земли православная церковь приняла только в 1992 году до этого церковь сама считала что земля плоская и естественно под плоской землей и находится тот самый ад в который заходит с запада христос солнце и на востоке восходит если вы потрудитесь и посмотрите старые архивы интернета где-то хотя бы лет 15 туда в глубину вы найдете очень много научных работ древних и средних времен в которых описано именно это и только эта модель сегодняшние исследователи школьники как правило даже не институтского уровня они все заполонили своими измышлениями о том что у них в учебниках земля то круглая и вот это все правильно и вот этого прошу прощения навоза теперь в интернете гораздо больше чем настоящих знаний так вот дело в том что когда солнце уходит под землю оно уходит как бы в туловище земли оно как бы рождается наоборот поэтому в библии было показано что иисуса захоронили в какой-то пещере в которой его на утро не оказалось он как бы опять родился из этой пещеры а это всегда образ который показывает рождение когда из пещеры выходит допустим солнце или какой-то святой и когда он уходит в пещеру это называется рождение наоборот который показывает что он умер ушел в пещеру уединился если он потом опять выходит из этой пещеры или из какой-то другой и его узнают значит произошла реинкарнация и он воскрес вот смысл всех этих святых солнечных путешествий и в восшествие его в пещеру туда это восшествие в тело матери земли весь миф про солнце землю и про все что с ними связано он как раз и говорит о том что вот мать земля родила на востоке своего ребенка а потом он прожив сколько-то лет он уже умер на западе опять в нее же и вошел а потом она его возродила воскресила то есть вы понимаете что все это воскрешение оно связано во первых с материнской темой теме той самой земли а во вторых с телом так вот тело тело оно как раз и обозначает ту самую атлантиду поэтому и корень тело атлантида тула таллин тулуза это все оттуда и теперь мы возвращаемся правильной системе исторических данных в то время как неправильная религиозная система истории она отслеживал только одно направление по ходу солнца то есть с востока на запад она и поставила эти свои религиозные геркулесовые столбы на западе от центра нашего мира вот почему там появились эти самые геркулесовые столбы и вот почему атлантический океан стал на западе и вот почему атлантида то есть место погружение солнца в тело матери земли оказалась в том самом атлантическом океане вот почему все это произошло вот такое путешествие название и привязка их к западному фронту нашей с вами земли а у настоящих нерелигиозных людей все проистекало по-другому вся история во первых начиналась гораздо более в глубокие времена и была она привязана к центру земли и человек тот который родился вместе с самими всеми прародителями наших родов русских родов то есть совсем сонмом богов он был привязан этот человек и совокупный род по имени бог род но конечно слова бог не было он был привязан к центру того мира кто время от центром являлась москва переводом название которой является слово молочная гора или гора меру гора мир под названием мир она и была той самой москвой центре которой на которой и находился тот самый белый город который в главном мифе и указан это был центр живого человечества у него у этого центра был альтернативный центр тот куда уходили все покойники и именно этим центром являлась набережная являлся район заречье в москве который называется кадаши это южная часть москвы расположенная за рекой москва кадаши буквально переводится как земля кощея кадаш или кадж это кощей можете посмотреть опять же справочники кто найдет конечно это название сначала земля каджей кощеев была на той территории который находится именно в москве в самой в пределах москвы а потом уже с ростом нашего государства она стала отдаляться от самой москвы на другие территории и вот если религиозники отслеживают перемещение с востока на запад то те люди которые чтут настоящую историю то есть не связанную с солнцем они отслеживают путешествия скажем так по магнитным линиям то есть с севера на юг и с севера на юг образовалась земля кощея которая и названа тулой тула это первый вариант атлантиды и она является первым местом где образовалась земля англии англия я вам уже говорил и я показал это в своей книге 12 ликов еги это земля бабы еги которая и принимает тех самых покойников которые умерли вот совсем недавно границей раздела мира живых и мира мертвых в эту историческую стадию о которой я говорю стала река ока и когда из москвы едешь на юг в направлении юга то есть яги то попадаешь через реку в тулу которая является первым вариантом англии поэтому в туле и остался тот самый миф об англичанах которые сделали механическую блоху то есть мертвую блоху и о левше который не оживил ее как хотелось бы или следовало бы или ожидалось бы а просто взял ее и подковал вообще в библии описан другой вариант когда в мире мертвых кто-то сделал мертвого человека из глины то есть адама то последующий изготовитель то есть бог в него вдохнул душу живую и адам стал живым а вот в тули в тули местные специалисты не могли вдохнуть живую душу в блоху они могли сделать неживое какое-то существо механическое и могли лишь усовершенствовать его таким же механическим способом то есть например подковать до блоха прыгать не могла но она была технически более совершенно чем до этого так вот тула со своими англичанами умельцами и со своим гербом на котором изображены ключи от рая она и являлась тем самым первым вариантом атлантиды дальше по мере разрастания русской земли атлантида двигалась на юг не на восток не на запад не на север она юг и следующий вариант атлантиды он стал уже связан примерно с краснодарским краем вот с этими степями там тоже навалом различных маркеров этой самой атлантиды но она как бы на себя внимание очень большого не обращает но я вам скажу так что в эти времена границы раздела мир живых и мира мертвых стал тот самый дон который вытекает из новой москвы новомосковска и с к северу от этого дона жили живые русские племена а к югу от него зовут этими порогами жили мертвые люди обитатели той самой новой атлантиды и эти пороги это вовсе никакие заградительные какие-то моменты или препятствия на реке это те самые дни это отсчет тех самых дней которые нужно пройти душе умершего чтобы оказаться там в том самом месте земле мертвых ну и наконец кто населял в это время страну мертвых страну кощея те самые люди которые были мертвыми и которые являлись подданными кощея это казаки или казаки вот то самое казачество которое есть на дону и в окрестных территориях она относится как раз к этому периоду и она является кощеевым войском поэтому они все достаточно мелкие субтильные и самое главное что не приверженцы вот к этой самой боевой военной убийственной службе а живые люди всегда были только пахарями не убийцами и наконец вся форма черная все мировоззрение это как раз вот к этим каджам казакам кощеем следующий период когда атлантида снова переместилась он привязан уже к тому периоду который отмечен на географических картах теми самыми столбами геркулеса их правда называли в то время не именем геркулеса а именем александра александрийскими столбами или александровскими столбами они на картах есть карты датированы примерно середины 16 века насчет даты я сомневаюсь я думаю что это было немножко попозже на столетие но такие карты есть эти александрийские александровские столпы геркулесовы столпы 2 они стоят непосредственно перед горами кавказа а в горах кавказа сделаны такие двери через которые можно пройти в эти самые горы и вот этот период времени исторического времени он соответствует тому моменту когда каджи кощеи ушли в горы кавказа и об этом говорит нардский эпос нарды это те самые богатыри которые сложились своим вот таким сказочным сообществом для многих народов кавказа вот они всегда как раз и рассказывают как они ходят в горы как они посещают кащеева царство и что там собственно находится интересный кстати эпос нардский очень интересный почитайте его посмотрите и как раз в нем в этом нардском эпосе возникает два таких персонажа которые нам сегодня известны первые это георгий победоносец это наша гирила солнце весеннее у нас гирила оплодотворяет замороженную спящую красавицу по имени земля и оплодотворяет ее и она весной начинает рожать рожать всю нашу природу заново и наша земля в таком образе является сатаной богини весны и осени а в нардском эпосе гирила назван георгием победоносцем но там со своими какими-то особенностями языка а той самой спящей красавицей названа богиня дзерасса та которая и является олицетворением умершей заснувший на зиму земли а дочка которая у них родилась от такого брака она и является сатаной то есть у нас это природа которая от весны до осени существует а у них это девочка по имени сатана ей поставлен в сирии памятник это хорошая положительная богиня которая защищает народ рот и защищает всю природу и христиане религиозники они ее извратили превратили в демона какого-то козла и так далее это я думаю что это одно из самых больших преступлений христианства извращение достоверных данных так вот это все было происходило на кавказе следующий шаг куда попала атлантида куда попала атлантида это непосредственно горы атласа атлас это тот самый северный край африки атласские горы атлас это другое имя того самого богатыря который носил имя геркулес и вот эти уже следующие горы атласа и геркулеса это уже религиозный путь о котором я уже вам сказал и туда от этого атласа уже пошли религиозные места где находится та самая атлантида вот мы и пришли к этой самой развилки по историческим и фактологическим характеристикам атлантида находится нынешняя атлантида на южном полюсе почему там такие раскопки и идут почему этот материк не дают в пользование никому потому что это действительно как сегодня считают ученые то место где была атлантида и поскольку там есть еще и непосредственный материк под этими льдами то естественно они пока все там не перероют они не успокоятся это наша нерелигиозная атлантида она потонула на юге под этими самыми большими тоннами воды в виде льда это если говорить что земля сферическая но те кто копает на антарктиде те считают что земля круглая религиозное нахождение атлантиды она идет под 90 градусов и она находится это место где атлантида в атлантическом океане и она по этой версии по религиозной якобы утонула в этом атлантическом океане поэтому светские деятели ищут на южном полюсе атлантиду а религиозные деятели особенно из тех товарищей которые нам не товарищи они ищут эту же атлантиду в западном месте в атлантическом океане ну и третий вариант где же находится атлантида для тех кто понимает что ни юг ни запад неправильные места поисков атлантида находится среди звезд на небе над южным полушарием и если вы посмотрите название созвездия южного неба южного неба вы увидите всех тех героев о которых и говорилось когда о них рассказывалось в контексте той самой атлантиды вы всех этих героев найдете среди созвездий южного неба ну и наконец последнее четвертое где же находится настоящая атлантида настоящая атлантида находится внутри времени это место нашего прошлого из которого мы появились пример вам приведу если вы знаете что вас родила мать вот то место в ее лоне из которого вышли вы она и является вашей личной атлантиды у нас атлантида находится на территории центра россии между москвой и тулой точнее в москве непосредственно и там в тех глубинных слоях москвы там где находится московское море почему о нем столько разговоров было в 70-е годы даже продавали воду из этого моря в разных лечебницах так вот именно там на этом море на москве на московском море и находится та самая атлантида она находится под водами этого моря она и есть настоящая атлантида которую как говорится искать то незачем только пустить вас туда никто не пустит потому что там все очень серьезно а и а и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok